Сборы Хорошо, что будет одна игра в неделю И можно выложиться по полной Все силы Да, соскучились уже В этом году все равно Не было такого четкого разделения, что у тебя сборы И только ты на первую игру выходишь После товарищеских И Спартакиада и Кубок дали свою игровую практику Поэтому Такое начало, как будто ты совсем давно не играл Не было Но все равно уже ждется Официальных игр, результатов Хорошей таблицы Я считаю, что это большой плюс Потому что где-то мы передохнули Где-то и подгрузились И сейчас в полной готовности подошли Потому что если бы были еще игры Не успели бы не отдохнуть, ничего Сейчас все равно начало чемпионата У тебя нет Идеи на отдых То есть у тебя все равно Вся твоя подготовка строится Как подготовка к играм То есть это тренажерный зал Тоже поиск Своих взаимодействий Потому что для предыдущих игр Это было все в ускоренном режиме И сейчас ты просто это оттачиваешь Ну, удобно что-то планомерно Ты можешь и выходные запланировать Но не совсем расслабленные И хорошую работу И запланировать, и исполнить Как-то быстро так вернулись Вроде и долго их не было Ты так скучал А потом, когда они появились Ну, как будто и не уезжали Мы вот как будто с нами всегда Так быстро влились в работу В взаимодействие Я думаю, игры сами покажут Насколько все равно Мы немножко разбалансировались А так Всегда все вместе Можно сказать о составе Половина знакомых девочек С кем-то играли С кем-то знакомы В общем, ну, достаточно опытная команда Считаю, много взрослых Знаю только Сотникова Ну, по-моему, тоже у них Достаточно обновился состав Вот Знаю, что ушла Лера Горбунова Которая в том году Была одной из нападающих мощ И Ира Капустина Тоже, я думаю, это будет Непросто Юни! Да, точно Мы же усилили Е-мое, точно Да, в аренду У нас ушла Лиза Павлова И Полина Юникова Вот, да потому что Они вот недавно только Сидели с нами в раздевалке И как раз после Кубка Что мы выходили на выходной Они такие Ну все, мы поехали Они такие Куда вы поехали? Нет, в Липецк Вы че, короче? Как-то вы Да, и вот Играют две наши девочки тоже Я думаю, для них будет проверка И для нас Как мы Ну, насколько хорошо мы их знаем И как мы справимся уже Когда они играют в другую команду Мы ждем легионерок Так же, как и вы И ждем их после 15 октября Наверное Бетти, я жду тебя Ладно, расскажу вам шуточку Короче, вышел сериал «Чайка» И там мистер Париченков играет тренера Как я поняла, типа Он срисован был с Карполи И первая там сцена какая-то Он там Его отстранили от игр Он тренирует каких-то детей И в него прилетает мяч Я думаю В Карполи никогда не прилетает мяч Потому что в Карполи В него может там попасть и в чай, который у него стоит Но все мячи вокруг него вот ореолом Может в соседнюю стену Знаешь, короче, то есть там Или он как-то Даже если вдруг он подлетает к нему Он настолько теряет скорость Может он может вот так вот ручку ставит и все